Еще одна закономерная остановка на самом верху Ивановской горки, у церкви Святой Троицы в Хохлах. Она находится на самом высоком месте, построенной в конце XVII века. И всегда здесь обращают внимание на изразцы с изображением херувимов, выполненные Степаном Ивановым полубесом. Вот если посмотреть алтарь, то он уже выполнен в стиле ампира. Эта церковь всегда поддерживалась реставрацией, но была закрыта, благо она сохранилась. Сейчас в ней проводится богослужение. Служит очень известный московский батюшка, отец Алексей Уминский. Поразилась сегодня здесь, тоже давно здесь уже не проходил. Вот в этом дворике сотен садик цветут. Вот любимые сортовые нарциссы, разноцветные тюльпаны. Какие бы ни были красивые цветы, но всегда почему-то ждешь вот именно этих цветов весенних. Примулы, ландыши, нарциссы, тюльпаны. Всегда они из всего нашего весенне-осеннего периода, наверное, самые долгожданные. Самые яркие, самые красивые. Вот этот вот дом, всегда на него обращаю внимание. Дом в Хохловском переулке. Даже повесть была такая у Валентины Зорина. Дом в Хохловском переулке. Потом по мотивам сделали фильм знаменитый. Покровские ворота. Вот он, собственно, этот дом. Он жилой, я уже думал, его расселили. Один из немногих в этом районе жилых домиков, которые пережили 90-е годы, 2000-е годы. Остались, благо, нетронутые. Всегда имя когда ходишь. Годами, да уже десятилетиями, думаешь, не перестаешь, честно говоря, заведать. Какие счастливые люди. Так вот всю жизнь прожить здесь, в тихом московском центре. И даже почему-то не на всеми любимом и знаменитом московском Арбате, в Арбатских переулках. Почему-то всегда хотелось вот именно здесь, на Ивановской горке. Это мое самое первое любимое место Москвы, открытое мною. Еще сейчас вспоминаю, да, уже примерно 40 лет назад. И сколько всего не видел в Москве, но действительно перефразируя известную строчку. Тебя, как первую любовь, мое сердце не забудет. Сколько здесь ходил, сколько проводил всяких экскурсий и с друзьями, и с группами. И всегда вот открываешь что-то здесь новое, какие-то уголки, что-то строится, перестраивается. А с другой стороны, тем более приятно пройтись вот в такой весенний вечер. Такие вечера ждешь, как правило, целый год. Учитывая, какой у нас был в этом году май, майские праздники. На 1 мая там что-то напоминало октябрь месяц, а на 9 мая начало марта. И вот, наконец-то, наступили первые теплые дни. Я знаменовал прогулкой на мою любимую древнюю Ивановскую горку Москвы. Продолжение следует...